Привет, сейчас я буду делать пакетрейсер 8.1.3.3. Здесь у нас настройка DHCP, есть таблица и есть задание. Нету команд, команду я знаю. Давайте начнем. Сначала нам нужно создать исключение IPv4 адресов. То есть нам нужно зарезервировать по 10 адресов из локальных сетей R1 и R3. Смотрим, R1 у нас 192, 168, 10.1, R3 у нас 31. То есть у нас будут адреса зарезервированы с 10.1 по 10.10. Думаю, это логично. Для этого открываем R2, командная строка, enable, configure terminal. И здесь вводим IP, DHCP, excluded address и вводим адреса. 192, 168, 10, 1. Скопирую его. Копи. Дальше тире, вставляю и 10.10. Так, секунду. Вот, не тирая пробел, я перепутал. 10.1, пробел 10.10. То есть у нас мы вводим два адреса, все адреса между ними резервируются. Теперь так же делаем для сети под R3. IP, D. Даже не так сделаю, просто вверх. Вверх, здесь 31, здесь 30.10. Все, все энергично, практически. Мы зарезервировали адреса. Дальше нам нужно на R2 создать пул DHCP для локальной сети R1. Для этого вводим IP DHCP, пул R. Ну и называем его, вот название, R1 LAN. Его обязательно ввести правильно, иначе у нас не будут все баллы. Вставляем R1 LAN. И теперь настраиваем, мы видим, что мы пришли в настройку именно этого пула. Настраиваем его. Network. Сеть. 192. 168. 10.0. И маска под сети. 255. 255. 255. 255. 0. Задаем сеть. Секунду. 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 Так, ошибка тут. Здесь я аж 4 раза написал 255. Все. Вводим сеть. Теперь нужно ввести default router. Default router и IP router. 192.168.10.1. Адрес R1. Потом то же самое нужно будет сделать для R3, но пока что мы настраиваем для R1. И настраиваем DNS сервер. DNS. Сервер. 192. 168. 20. 254. Все. Мы настроили для R1 все. Можно нажать check results, проверить. Assessment items. И мы видим, что пул R1 настроен правильно, как и зарезервированные адреса у нас правильно настроены. Давайте больше не отвлекаться, в конце проверим все что. Настраиваем дальше. Создаем такой же пул для R3. По сути то же самое, только теперь exit. IP DHCP pool. Пул. Название его скопировать, чтобы не ошибиться. Хотя можно вставить уже скопированное. И заменить на R3. Все. И по сути команды те же самые. Можно даже их вот так вот вводить. Так, сеть. У нас теперь не 10.0, а 30.0. Маска под сети такая же. Потом следующая команда у нас была default router. Default router тут 31. Ну и DNS сервер у нас такой же остается. Все. Мы настроили пул для R1 и R3. Идем дальше. Теперь нам нужно строить ретрансляцию DHCP. Для этого заходим на R1. Это нужно настраивать на R1 и на R3. Как мы видим. R1. Enable. Configure Terminal. Здесь интерфейс G00. IP. Helper. Все. IP Helper адрес. И адрес 192.168. Ой, нет. Мы же не тот адрес вводим. Здесь будет 10. 10.1.1.2. Все. Это у нас адрес. Сейчас покажу чего. Вот. Порта R2. Которому подключен R1. То есть мы назначаем этот порт. Helper адресом. Все. И можно сразу скопировать следующий порт для следующего маршрутизатора. А, это мы уже настроили. Заходим в R3. Делаем то же самое. Enable. Configure Terminal. Интерфейс G00. IP Helper адрес. Вставляю. И да. 2.2.2. Все. Мы настроили. Так, секунду. Где это мы сейчас? Мы настроили ретенсацию DHCP. Теперь нам нужно настроить компьютеры. ПК-1 и ПК-2 на получение данных. Заходим в ПК-1. Десктоп. IP конфигурация. И просто нажимаем DHCP. Все. У нас адрес получен. И тоже делаем. То же самое делаем и на ПК-2. DHCP. Адрес получен. Дальше идем. Теперь нам нужно настроить маршрутизатор R2 в роли DHCP клиента. Заходим в R2. И прописываем интерфейс. Интерфейс G01. И команда у нас IP. Адрес DHCP. То есть мы назначаем этим интерфейсом IP-адреса через DHCP. Ну и включаем интерфейс NotionDown. То же самое со следующим. Интерфейс G0. Так. А, нет. Это все. Тут всего один интерфейс. Вот. G01. Все. По сути мы все настроили. Можно нажать Check Results. Assistant Items. Мы видим, что у нас все-все настроено. На этом все. Пока.